Но вы закон о среднем образовании противоречит Конституции Украины, поскольку ущемляет права более 30% населения страны получать школьное образование на родном языке. Об этом в Одессе заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко. Если закон подпишет президент, оппозиционные нардепы готовы добиваться отмены документов в Конституционном суде. Все идет на искоренение русского языка. Причем та власть это делала, и эта власть продолжает то же самое. Ну как можем поддержать? Конечно, мы заблокировали сейчас его подписание, потому что мы внесли постанову, там были нарушения регламента для того, чтобы не подписывал спикер. Посмотрим, как кто будет голосовать за это, потому что все эти слуги, они тоже шли на выборы с тем, что обеспечит равенство всем языкам. А делают совсем наоборот. Вот мы сейчас внесли постанову, блокирующую подписание этого законопроекта, посмотрим, как они проголосуют. Коллеги Бойко из местных советов полагают, что закон принят поспешно. Еще не завершен процесс формирования новых объединенных громад, а значит рано говорить об основных потребностях образовательных учреждений на местах. Каждой школе и каждой громаде нужен индивидуальный подход, полагает представитель комиссии по вопросам образования в облсовете Сергей Бип. Для того, чтобы дать какой-то шанс преподавателям определиться на местах, что им больше и что им лучше надо, мы сначала должны, наверное, как бы дождаться, когда образуются громады и увидеть население юг Одесской области, где есть Молдаване, Гагаузы, Болгары. Предпочтение отдать больше часов какому языку? Нацминшинств или украинскому языку? Я думаю, что надо было бы учесть это. Мы почему-то поспешили делать реформу в образовании, не дождавшись, когда пройдет вот эта реформа по ЭТГ. В Верховной Раде закон представлял одесский парламентарий от партии власти Сергей Калибошин. Он не разделяет панических настроений оппозиционеров. Но на количество полностью русскоязычных школ, а их в стране 125, принятый документ не повлияет, уверяет нардеп. Нет ничего такого, что меняло бы нормы закона 2017 года, закона про освит. Вот абсолютно ничего. С точки зрения языковой, я имею в виду. То есть все то, что сейчас муссируется, было прекрасно известно уже 2,5-3 года назад. Информирую также и о следующем. В комитет, насколько мне известно, зашел или должен зайти тоже законопроект от ряда депутатов, от разных на самом деле фракций, о том, чтобы вот эту вот норму о том, чтобы школы, ну русские школы с 23-го года были, как и венгерские школы, ну переходили во второй ступени на украинский язык обучения. Этот законопроект зашел, комитет его рассмотрит и точно так же там будет зал потом определяться. Не подтвердил член партии «Слуга народа» и информацию, которую распространяют некоторые СМИ. Законом не предусмотрено уменьшение уроков русского языка с 10 часов в неделю до 6. Это прерогатива профильной группы, работающей при Министерстве образования. Такое решение еще не принималось. Это законом точно не регулируется. Это все эти стандарты обучения, типовые программы, типовые планы. Это вообще не про законы. Это даже не про подзаконный акт. Это стандарты и типовые навчальные программы и планы, которые министерством утверждаются. Сейчас разрабатывается стандарт средней школы, то есть 5-9 класс. Он только в разработке, он еще даже не принят. Покажите мне стандарт среднего свита, покажите мне его, и уж тем более стандарт профильной школы. И я тогда скажу, а, ну да, или а, ну нет. Его нет у этого стандарта, он только разрабатывается. Я в этой рабочей группе, поэтому я точно знаю, что его нет. Принятый закон должен дать больше свободы школам в части формирования учебных планов. Кроме того, ученики, по каким-то причинам не успевающие за учебным планом, получат возможность подтянуть знания благодаря бесплатным дополнительным занятиям. Впрочем, оценивать и анализировать эти и другие нововведения в сфере школьного образования специалисты пока не спешат. В ближайшее время все обсуждение закона о среднем образовании сведется к дискуссиям о языке. Виталий Хеми, Константин Нищелед, телеканал «Репортер».